Мы боролись хорошо, все четыре линии играли хорошо. Я думаю, что ключ сегодня был очень хорошим голодом. Тарасов, хороший пенальтик, хороший пенальтик. И мы следовали нашим планом. Все 60 минут с четырех линией. Я счастлив. Сегодня, я считаю, что был настоящий матч плей-офф по эмоциям, по той борьбе, которая была на льду. Мне понравилось, как команда на игру вышла, как мы вошли в этот матч, а как команда действовала все 60 минут. Все четыре зона прекрасно сегодня действовали. Я считаю, что ключевыми составляющими сегодняшний успех как раз таки была игра нашего голкипера, отличная на последнем рубеже, отличное наше меньшинство и то, как команда следовала всему плану на сегодняшний матч. Поэтому я этой победой очень довольна. Пожалуйста, вопросы ваши. Денис Тайпов, Горобзор.ру. Ходят слухи, что Юха Мецел может пропустить первые матчи плей-офф. Можете их опровергнуть? Если вы говорите о том, что Юха Мецел может пропустить первые матчи плей-офф, то что вы думаете о том, что вы думаете? Всегда есть слухи. Юха готовится к плей-офф. Всегда есть слухи какие-либо, но Юха спокойно готовится к плей-офф. А сможет ли Тарасов навязать конкуренцию Мецеле в решающих играх на позиции основного вратаря или все-таки ставку делать и на Фина, неважно, как Тарасов играет? Не важно, как Тарасов играет, Юха Мецел будет первым номером в твоей команде или зависит от ситуации? Может быть, конкуренция? Тарасов играет хорошо, он очень хороший голливый. Я рассказывал много раз, что у нас есть два очень хороших голливых. И мы можем поставить два голливых на место. Я думаю, ситуация довольно хорошая. Давайте посмотрим, как все будет. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Но, как и до этого я говорил, у нас есть два прекрасных голкипера, которые могут друг друга хорошо заменить. Поэтому в этой ситуации у нас никаких проблем с этим нет. Алексей Горюнов, московский комсомолец. Томми, сегодня на игру заявили четыре пары защитников. Не часто это делаете, это была какая-то тактическая заготовка именно против Авангарда. Это был такой момент, когда вы играли четыре пары защитников? Или просто... Да, есть два причина. В первую очередь, мы знали, что против Авангарда, мы должны бороться много. Они дамплили много паков на нашу сторону. И мы действительно должны быть демоны. Так что, первый – это тактический элемент. И второй – это мы хотели бы дать время к Корову и Лисовецу. Потому что мы нужны все наши джи. Мы нужны лонгбенч. А тут есть две причины. Первая – мы хотели дать практику игровую Лисовцу и Корову перед плей-офф. Ну и плюс мы знали, что Авангард очень агрессивно играет. И нам нужны как раз такие свежие игроки. Нужна длинная скамейка. И поэтому здесь был тактический элемент. Поэтому все в совокупности вот так и выглядит. Владимир Бакуленко, Хэл, Томми. Касаемо большинства вопросов, почему сегодня играла только первая спецбригада? И почему такое слабое большинство сегодня было? Попова, пара-плей сегодня по твоей команде? В этом месте вы говорили все первые часы, по-моему вас, когда у вас есть пара-плей? И как говорится о проблемах? Это было самое всегда. АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! И все Indians с ними все, что это кое-то. И я думаю, все преды агрессии в этом мире, поэтому я думаю, что это было первое. И потому что, на самом деле, я думаю, это хорошо что-то... Во-первых, когда мы начали первые игры, мы начали сегодня так, поэтому мы всегда были fresh, когда мы начали партнерскую пленку. Поэтому поэтому, и также, в этот момент, ребята нужны уверенность. И это было второе, и Хартикканен, его второе. Я думаю, что даже в статях есть статистику, что это один гол, но это был параплельный гол. Для меня это был параплельный гол, потому что противник не поднялся зону. Я думаю, что параплельный гол против Омск – это не лучший. Причин, почему сегодня первая пятерка играла в большинстве. Потому что при начале каждого большинства они были свежими, чтобы выходить на лед. И плюс нам нужно было все-таки перед плей-офф дать им побольше почувствовать уверенности. Я думаю, по этой причине. Плюс, если мы посмотрим статистики, если засчитали этот гол в правом составе или в большинстве, то я считаю, что второй гол Хартикайн больше относится к большинству, потому что соперник не успел никак расположиться и Хартикайн успел выросить. Максим Иванов. Томми, команда показывает отличную победную серию в девять матчей. Нет опасений, что у Салалата победная серия наступила именно в концовке чемпионата, и к плей-офф может наступить некий спад. Вы не думаете, что у Салалата победная серия наступила? Вы не думаете, что у Салалата победная серия наступила? Что вы думаете о ситуации? Потому что сейчас мы имеем преимущество, но в плей-оффе не может закончиться? Ну, мы играем. Салалата победная серия наступила. И самое главное для нас, что у нас всегда есть два гола. Мы хотим победить, а также мы хотим улучшить нашу гола. Мы всегда есть два гола. Я думаю, что это одинаковый мир, когда мы идем в плей-оффе. И, конечно, это будет очень-очень серьезный серий. Первый матч прямо сейчас. Мы должны подготовиться, чтобы играть в большой серии. Не будет идти так, как мы идем в другой. У нас 9 побед в целом. Это будет одинаковый мир, и мы должны подготовиться. Да, у нас есть 9 побед подряд, но в плей-офф нас ждет совершенно другой мир. Там совершенно другой турнир, поэтому нужно хорошо к этому подготовиться. У нас всегда есть два момента перед играми. Это выиграть игру и улучшить свою игру. Поэтому над ними мы будем работать. Ну, а что касается ближайшего плей-оффа, то я думаю, что там будет совершенно другой хоккей. И независимо от того, с кем мы будем играть, все будут серии равные. Добрый вечер. Азаман Жулуков. Идя Корсидь. Первый вопрос. Во флеш-интервью перед матчем вы сказали, Менцела готовится к плей-оффу. Уточните, что имелось в виду? Есть ли у него какая-то микротравма? Это ментальная подготовка? Либо с тренерами какая-то дополнительная работа идет? Почему он сегодня не сыграл? Менцела готовится к плей-оффу. Не хотелось бы об этом говорить перед плей-офф, как бы это так не звучало. Потому что голкипер одна из ключевых фигур команды. Поэтому я думаю, что здесь оставлю без комментариев. Потому что он готовится и на этом все. Подряд 8 игр Плэд не забрасывает. Две подряд игры удаляется. Какие у него проблемы? Плэд не забрасывает. Плэд не забрасывает. Плэд не забрасывает. В 8-й игре в целом. И сегодня, он просто на пенальти. Как вы думаете о его? Как он играет? Он очень важный игрок для нас. Он играет много ПК. Он играет в предыдущем тренировке. Он очень трудно работающий игрок для нашего команда. И в локер-процессе, он один из наших лидеров. Это мой вопрос. У меня последний вопрос о дисциплине. Считаете ли вы, что Салават получает очень много ненужных удалений? Особенно в последнее время. Что вы делаете для того, чтобы это исключить? Спасибо. Немного вопроса. Немного вопроса о дисциплине. Вы не думаете, что Салават каждый раз в конце сезона берет какие-то пенальти? Что вы думаете? Мы хотим улучшить это. Мы поговорим с командой об этом. И каждый день мы работаем трудно. Это не так легко. Вы говорите, что нет пенальти. Потому что бойцы хотят дать все. Они бороться трудно. Это очень быстрый игрок. Моменты приходят так быстро. Конечно, мы хотим улучшить это. Да, мы хотим улучшить этот компонент. Мы об этом постоянно обсуждаем. Но нельзя просто сказать команде не удаляйтесь. И удалений после этого не будет. Я думаю, что все игроки команды полностью на льду отдаются. И порой такие эмоциональные моменты происходят. Потому что, во-первых, игры очень быстрые. В этой динамике случаются такие ситуации, когда происходят такие удаления. Как изменится подготовка и тренировка команды перед плей-офф и во время плей-офф? Может быть, вы помните что-то в тренировке перед плей-офф и во время плей-офф? У нас есть план. Мы уже сделали плей-офф. Мы уже сделали плей-офф. У нас есть план. Который до этого уже был разработан. Мы постараемся его придерживаться. И, естественно, да, немножко повлияет то, с кем мы будем играть в первом раунде в плей-офф. А так, в принципе, будем придерживаться нашей стратегии. Если вопросов больше нет, спасибо. Ждем Боба-Хартли. Коллеги Боба-Хартли с нами. Оценит игру, ответит на вопросы. Алек, реально хороший effort. Я очень рада с нашим геймом. Я чувствовал, что интенсивность была там. Мы получили хорошую награду. Мы получили хорошую геймом. Я бы хотел бы у нас быть более-банее на всех трехсерах. Но в некоторых трехсерах таких, что Таразовы второй годы, у нас получили хорошие геймом. И, конечно, это было подошло по уровням. Мы получили много хороших и шансов. В иной игре мы играли. У нас люди очень хорошие геймом. looking at who we were playing against. So it's good investment for us. I think it's important to know that our young players are sure that this is a positive moment. Vladimir Bakulink, HL, was noticed on the training for Kovaciu. Why didn't he play with the team today? No, he didn't play with the team. He played with the team after. Thank you. Today, there was a lot of time in the final attack. Who will be in the next game? Do you think that some of the injured forwards will be back in the next game? Well, we don't know. Like, Sekash and Kovalchuk skated on their own this morning after the team's practice. So, obviously, it's always good when you see players back on the ice. You know that it's one step closer from playing. But we're going to meet with the medical staff tomorrow. And then on Saturday morning we're going to make the final decision. So, you know, it's good news to see them back. But at this point, nothing has been decided. Good evening. We were dropping the puck to their zone a lot. Maybe we should be better controlling the puck because the neutral zone was not that tight. Well, you know, like, all depends. It's always, like, you know, the decisions to be made. Like, I felt that we had some pretty good zone entries. But at the same time, like, our forecheck could have been better. But it always starts, like, you know, with the first man how aggressive it is. So, like, you know, like, you look at Ufa defensive core. You know, it's probably one of the deepest when it comes to defending. Like, the acquisition of Nomenkov has been a key acquisition for them. And, you know, like, they play very solid. So, sometimes, you know, you have to give them credit. But in between the two blue lines, you know, you need to make decisions, players' decisions with the puck where if you feel that you have room to enter the zone, you do it with speed. And suddenly, if you're being angled off, you don't have much choice to chip the puck in and try to go for it. So, this is all depends on what the players take. You know, I think we're pretty good in the zone. The only thing that our pressing in Nomenkov's zone could be better. It's important to know how aggressive the players act. But, also, it's important to note that the defenders of Ufa are very good. And the acquisition of Nomenkov also plays a role. And this just depends on the situation, from the running on its laces, this just depends on what the players take to do with the other situation. In the last year of theeka, Avantgarde won 4 times with theports at Ufaева. Why are the fans so wrong with this team? And is the strain in the first place in the division of Чернышево? You can take the calendar here. It's our fourth loss in our barn to Salavate. So why is it so? Do you think that we are kind of shaky with the first place in our division? OK. There's one point. After 59 games, there's one point difference. And you look at today, we dominated 34-16, the shots on net. And it came down to Arta Kainan. Arta Kainan is probably one of the top three players in this league. And he made the difference. So, I've said it before. You can't stop Arta Kainan. You look at the season that he's getting. You just try to contain him. And he took two shots and got those two goals. I felt like we did a great job against their line. But once again, you found a way to be the difference. So, they have a great team. You look at who they have. You look at Meninan, Grandlin and Arta Kainan. They are probably the top two lines in the league with the Yaskin and the Shipashov line. One point. We have a difference between 59 games. And if we look at today's game. We have a great team. We have a great team. We have a great team. And we have a great team. Я думаю, что он уже irritает тебя? Нет, он уже не irritает меня. Вы должны respect talent. Obviously, он был сильным, он был сильным игроком. И я не вижу ничего плохого в том, что он кредит к противникам. Я думаю, что он является большим частью этого команды. Я думаю, что он является большим частью этого команды. Он является большим частью. Он вызывает нам проблемы, но мы не единственная команда. Нет, абсолютно он меня никак не подбежит и не раздражает. Я считаю, что он должен быть талантом. Он очень сильный игрок, очень мастеровит. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы похвалить, отдать ему должное. Он проводит прекрасный сезон, и он играет очень важную роль в своей команде. Он стабильный игрок, очень габаритный. И да, он доставляет нам сложности. Но то же самое можно сказать и про любую другую команду, против которой он выходит на лёд. Можно ли сказать, что Илья Ковальчук такой же «Хартиканин» для «Авангарда» и его как раз сегодня не хватило? Ковальчук такой же «Хартиканин»? Ковальчук такой же «Хартиканин»? Он не может быть в предыдущем, как мы обычно делаем. И наш финансовый фейнер был не так хорошим, но наши шансы были там, и вы можете получить какие-то ноты. Однозначно. Он прекрасный снайпер. И, как я говорила, нам стоило бы действовать чуть острее у ворот противника. Моментов было много. Мы хорошо их создавали. Но вот именно завершать не получалось. Трафик у ворот создавали не так, может быть, хорошо, как хотелось бы. Можно было и получше. Но опять вот завершения моментов не хватило. Спасибо. Спасибо. Коллеги, сразу же Слава Пилает. Представьте, пожалуйста. Дорогие коллеги, здравствуйте. С вами Данил Тарасов. Я хочу заранее извиниться. Можешь, как время у нас? У вас оценка игры? Встречались две хорошие команды, лидирующие на лидирующих позициях, которые будут бороться вплоть, да, за Кулу Гагарина. Поэтому игра получилась очень динамичная. Очень много борьбы. Такая была по накалу, как вплоть. Добрый вечер. Я Замаша Луков, Медиа Корсеть. Достаточно неожиданно стало то, что именно вы сегодня сыграете против Авангарда. Знали ли вы заранее, что вам придется играть в воротах? Либо тоже только перед матчем узнали? Нет, заранее был уже план данной игры. Хорошо, что буду играть сегодня. Вопрос второй из трех о вашем будущем. У вас заканчивается контракт с Аловатом. Вы уедете в систему Коламбуса? Да, на данный момент все мысли только о предстоящем доплывах. Еще одна игра в регулярке. Поэтому об этом пока особо не думаем. Как в целом оцените свою игру в этом сезоне и в последних играх в частности? Вот, например, против Риги, против Кунь-Луни. Есть мнение, что довольно-таки много отскок вы допускаете? Да, не мне, наверное, судить по моей игре. Есть тренера, они могут, наверное, больше сказать по этому поводу. Владимир Бакулин, КХЛ, Данил. Кто сегодня из нападающих соперников больше всего неудобств доставил? Не знаю. В принципе, все лезли из команды соперника на ворота. Поэтому кого-то определенно выделить не могу. Все были у них тоже нацелены, как у нас ребята. Денис Тейфов, Горобзору. Данил, ну перед пропущенным голом получился такой просто шикарный сейф, когда сначала ловушкой отбили, потом сели на шайбу. Расскажите, как действовали в этом моменте? Как вы видели развитие атаки? Как быстро принимали решения? Я сыграл по ситуации, пошел, положил просто передачу из-за ворот на игрока, который был в центре. Просто на него выкатился плюс-минус, понимаешь, откуда он бросает, плюс-минус, куда он будет бросать. Немного туда делаешь движение. Так получилось, так скажем. Получилось красиво. Вот такое можно тренировать или это чисто на инстинктах? Я не знаю, как ты особо это не тренируешь. Да, стараешься более компактно немного. Когда где-то немного припаздываешь, получается иногда такие красивые, так скажем. Спасибо. Можно еще один вопрос, да? Ну, учитывая, что пока нет Юхи Мецеллы, насколько на ваш взгляд реально сыграть в плов и психологически вы готовы к своему первому кубку Гагарин? Да, знаете, если скажут, да, играть, то буду играть. Готовимся дальше. У нас еще одна регулярка, поэтому все мысли только об этой игре. Спасибо. Спасибо, коллеги. И тут же Корбан Найт, нападающая авангарда. Корбан, пожалуйста. Твоя opinия о игре, пожалуйста. Да, я думал, что это было тяжелый игрок. Два хорошие команды. Два сильных противника встречались. Вы думаете, если бы кто-то из травмированных на сегодня был бы, или даже все четверо были бы на поле, был бы другой итог? Если бы некоторые уничтожители были в команде, то будет отличный результат? Конечно, я не знаю, но мы не потеряем много наших ключевых игр. Это очень плохо. Многие ребята, которые сидят, они большинство в этой команде. Так что, это будет хорошо, когда мы получили эти ребята. Конечно, я не могу знать ответы на этот вопрос, но однозначно нам не хватает ключевых наших ребят. Это большая потеря для команды. Было бы здорово, если бы они сегодня также были на льду. Владимир Бакулин, КХЛ. Корбан, сегодня был принципиальный матч. Вангард мог оформить победу в Березоне и Чернышову. К сожалению, этого не произошло. Какие сейчас мысли на Борис? Мы могли бы защищать нашу победу в дивизии. И это не работало. Какие вопросы, которые вы получили, перед Борисом? Да, конечно, мы не потеряли возможность сегодня клинчить в дивизии. Но это замечательное, что играть снова в несколько дней. Мы получили еще одну возможность. Мы контролируем нашу мечту. Так что, да, это будет огромный матч. Чтобы уверить, что мы клинчим в свою дивизию. Да, сегодня мы упустили вот эту возможность закрепить первенство за собой. Но послезавтра у нас будет еще один шанс. И нужно удостовериться и выложиться по полной, чтобы это сделать в игре против Бориса. Уфа играла на выйзе второй матч. Она была быстрее, чем авангард, который отдыхал несколько дней. Как думать, почему? Это было второе время для Уфа. И они были быстрее, чем у нас. И они проводили несколько дней без игры. Да, Уфа – хорошая команда. Они, конечно, играют в дивизии. Уфа – это хорошая, сильная команда. Они также стремятся к лидерству в дивизионе. И действительно, сегодня они сыграли хорошо. И Боб Хартли хвалил Хартиканина очень. Можно ли сказать, что в составе авангарды сегодня не было форварда такого уровня? Да, он, конечно, очень хороший игрок. Он действительно очень хороший игрок. В лиге уже достаточно давно и выступает успешно. И сегодня он был очень продуктивен, создал много моментов и, естественно, забросил две шаги в наши ворота. Поэтому, да, почему его не похвалить? В последнее время у вас очень мало бросков по воротам, вот и сегодня ни одного не было. Может быть, стоило больше игру на себя брать? Летний, вы не имеете ввиду много шагов на гол, и сегодня вы имеете ввиду 0. Может быть, вы должны принимать больше, чем шагов на шагах? Да, я имею ввиду, конечно, каждый player wants to shoot and to score goals, но, you know, depending on the game, sometimes the opportunity doesn't present itself. So, you know, I'm not a guy that's going to be forced in shots. You know, I don't really look at the stats, you know, if I have shots after the game or not, I don't think that really matters a whole lot in the grand scheme of things. So, you know, I think our line generated some good chances tonight, and they just didn't go in. Я на это не смотрю, для меня это не так важно. Важнее то, что наше звено в целом сегодня создавало хорошие моменты, просто мы не сумели довести их до голов. Денис Тейпев, Горобзор.ру. Боб Хартли почти после каждого матча прям восхищается тем у Храти Каннина. У вас в команде нет из-за этого какого-то ревностного отношения? Потому что так как он выделяет Храти Каннина, Хартли не выделяет ни одного игрока авангарда. Я думаю, что Боба не любит Храти Каннина. И есть ли это другой игрок, который у нас очень уважает. У понимаете, что у нас есть есть сочetzная фигура в команде? Я не думаю, что. Мы имеем очень хорошие игроки на нашу команду, так что я не думаю, что мы желаем этого игроку. Я имею в виду, что он у нас есть в футболе, поэтому когда мы получим его, он будет поменять. Мы имеем очень хорошие игроки в стадии. Да, он очень хорошая игроку. Я не думаю, что есть какая-то ревностная отношения, ведь в нашей команде очень много хороших ребят, именитых, и есть настоящие звезды, поэтому никакой ревности мы не испытываем. Да, он хороший игрок, но абсолютно спокойно мы к этому относимся. Спасибо.